В эфире Омск ТВ. Смотрите сегодня. Жителям частного сектора Омска подведут газ, как реализуют программу газификации в городе. В Омске появится зеленая река. Почему цены на недвижимость должны снизиться, а качество жилья возрасти? Сигнал СОС услышан в дело о прекращении автобусного сообщения в Большей Речи вмешалась прокуратура. Символы регионального машиностроения. В Омске появился памятник легендарному истребителю-бомбардировщику Су-17. Куда утекает омское зерно и почему доходы от его продажи идут мимо региональной казны, потребовал выяснить омский губернатор. Александр Бурков распорядился предотвратить нелегальный экспорт омского зерна в другие государства, в том числе и в Казахстан, поскольку это пагубно сказывается на всей экономике региона. Областной бюджет существенно теряет на налогах. По зерну, по вывозу на жесткий контроль, чтобы мы понимали, сколько у нас по факту зерна. И налоговая видела, какие обороты у наших предприятий. Вот эта кэшевая составляющая в торговле сельхозпродукции, растеневодства, она пагубно сказывается на нашем регионе. Давайте хотя в этом году поймем при закрытии границ, когда легче сейчас контролировать, какой объем вывозится и на сколько он вывозится легально. Чтобы мы видели, какие обороты реально у наших сельхозпредприятий. Мониторить оборот зерна предполагается прежде всего через подграничные посты. Им подробности предполагается обсудить уже на этой неделе во время перштаба по проведению уборочной кампании. В регионе она уже стартовала, убрано 3% пассивов. Как отмечают специалисты, урожайность будет ниже, чем в прошлом году. Президент Владимир Путин назвал Омск в числе 12 городов, жители которых первыми в стране получат бесплатный газ. Все города участники нацпроекта «Чистый воздух» соответствующие поручения глава государства уже дал Минэнерго и Газпрому. Омск ТВ стало известно, на какие улицы бесплатный газ по программе придет в первую очередь. Об этом нашему телеканалу рассказал министр энергетики жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак. Частный сектор в центральном округе Омска газифицируют уже в следующем году. Исходя из плана, первыми газ получат жители северных улиц и Амурского поселка, так как в этом направлении нет дефицита газа на источниках, а вот жителям Кировского округа придется подождать еще минимум два года. Что касается Левого берега, Кировского административного округа, газ туда придет чуть позже. Вы знаете, что на сегодняшний день начато строительство, на разрешение на строительство начато строительство ГРС-29, «Паугазпром» в рамках инвестиционной программы, которая полностью снимет все ограничения по поставке газа в Кировском округе и Омском муниципальном районе. К ним газ придет несколько позже. Мы планируем, что это будет в 2023-2024 год. Согласно утвержденному вице-премьерам Виктории Абрамченко комплексному плану по повышению качества воздуха в рамках федеральной программы «Чистый воздух», вопрос газификации домовладений начнут решать уже в 2022 году. В планах обеспечить стопроцентную газификацию всех домовладений, которые до сих пор голубое топливо не получают до 2024 года. Это порядка 19 тысяч домов. На то, чтобы подвести необходимые коммуникации, к ним выделено более 9,5 миллионов рублей. Напомню, закон о бесплатной газификации был принят в 2021 году. Государство готово компенсировать расходы на подведение газовой трубы до распределительного пункта на границе участка. Работы на самом участке хозяину частного дома придется оплачивать самому. Омское Левобережье ждет масштабное преображение. Сегодня в областном правительстве подписано трехстороннее соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. Компания «Эталон», с которой губернатор и мэр подписали данное соглашение, известна по комплексной застройке Москвы и Санкт-Петербурга. Комментируя подписание соглашения, губернатор отметил два главных преимущества, которые получит Омск. Приход столь крупного игрока в регион существенно повысит конкуренцию в строительной отрасли, которая сейчас переживает не лучшие времена. В год по всему региону сдается порядка 500 тысяч квадратных метров жилья. При этом его качество не всегда соответствует нормам и требованиям, которые приняты в крупных мегаполисах центральной части. При этом в областном правительстве рассчитывают, что стоимость квадратного метра на омском рынке недвижимости пойдет вниз при более высоком качестве самого жилья. Компания «Эталон» заходит на земельный участок для строительства жилья в рамках масштабного инвестиционного проекта, по которому предусмотрена передача в муниципалитет вводимого жилья. Вот это ключевая вещь для региона, что мы получаем сегодня инвестора, который готов передавать большой объем жилья для предоставления тем, кому сегодня положено по закону. Проект жилого микрорайона на Левобережье в лесопарковой зоне на улице Волгоградской уже получил название «Зеленая река». И это принципиальный момент, отмечает мэр Омска Оксана Фадина. Ответ на давно беспокоящий и мечей вопрос зеленого строительства. «Зеленая река», как обещает руководство «Эталона», это принципиально новый подход к комплексной жилой застройке. Ничего подобного ранее в Омске не было реализовано. Финансирование строительства микрорайона и создание зеленой парковой зоны предполагает сразу несколько источников. Это частные инвестиции, деньги из бюджетов, а также участие в программе «Комфортная городская среда». Это сегодня современный подход к комплексному развитию жилого строительства, где задача стоит полностью обеспечить современную социальную инфраструктуру. Школы, детские сады, спортивно-оздоровительные комплексы, современная дорожная внутриквартальная инфраструктура. Проект у нас имеет рабочее название «Зеленая река». Нашим коллегам «Эталона» это название очень приклянулось. И наша задача – ответить нашим жителям, что там действительно парковая зона будет разбиваться по всем современным европейским стандартам. В Омском Чернолочии возле детского оздоровительного лагеря спутника Базодых имени Покрышкина на постаменте установили самолет-истребитель-бомбардировщик Су-17. Легендарную крылатую машину, которая в 70-е годы 20 века была участником боевых действий во всем мире, Ираке, Иране, Анголе, Афганистане и других странах, можно считать символом рассвета омского машиностроения. На торжественной церемонии открытия, которая была проведена с соблюдением всех требований и ограничений, ранее введенных оперативным штабом по противодействию коронавируса, приняли участие мэр города Омска Оксана Фадина, председатель Омского городского совета Владимир Корбут и сотрудники акционерного общества «Высокие технологии», ранее известного как Омский агрегатный завод имени Куйбышева. А мы свое право называться авиастроительными заслужили ровно 80 лет назад, когда на территорию предприятия было эвакуировано два завода наркомата авиационной промышленности СССР. И сегодняшний день тоже юбилейный с точки зрения даты рождения предприятия. От всей души поздравляю вас, низкий вам поклон, успехов, процветания, удачи, здоровья, счастья и благополучия. Кланяюсь. Генеральный директор предприятия Дмитрий Шишкин и вице-президент по социальной политике акционерного общества Игорь Попов вместе с мэром Оксаной Фадиной наградили сотрудников высоких технологий, показавших свой высокий профессионализм благодарственными письмами и знаками отличия от Минпромтурга страны. Эта медаль – трудовая доблесть. Высокие технологии с 1941 года начали активное производство авиационной техники в регионе. За свою более чем вековую историю предприятие завоевало репутацию надежного партнера в области производства и ремонта агрегатов. Сейчас завод специализируется на выпуске широкого спектра топливорегулирующей аппаратуры, масляных и топливных насосов, гидравлики для различных отраслей. Место установки этого монумента не случайно. Поблизости находится замечательная база отдыха Александра Ивановича Покрышкина, трижды Героя Советского Союза, лично сбившего 46 вражеских самолетов, нашего земляка, сибиряка. Здесь отдыхают наши дети, дети наших заводчан, которые на этом примере, на примере этого монумента учатся патриотизму. Более того, я горд тому обстоятельству, что в этом самолете двигатель, который собирался на Омской земле, и многие детали были изготовлены на нашем предприятии. И я горд нашим замечательным, высокотехнологичным предприятием высоких технологий Омско-грегат, который продолжает те традиции, которые были заложены в советское время. Положительную характеристику дали о мечу, обвиняемому в истязании детей, свидетели, допрошенные в ходе очередного судебного заседания по делу Эдуарда Юнусова, кидавшего пол детей, будучи пьяным, охарактеризовали мужчину положительно и назвали отношения в семье хорошими. Факты жестокого обращения с детьми не подтвердили. Также в судебном заседании продолжила давать показания мать детей, и она настаивает на том, что ее муж хороший отец, а те кадры, снятые ей самой во время избиения несовершеннолетних, что послужили основанием для возбуждения уголовного дела, это единственный случай. Заслушав показания матери, гособвинитель подал ходатайство о замене законного представителя несовершеннолетних. В связи с тем, что по мнению государственного обвинителя субъективное мнение сложилось по поводу показаний законного представителя мамы несовершеннолетних. Предложено из числа работников органов успехи и попечительства, то есть пока конкретно лицо не определено, и также не решен вопрос, будет ли судом удовлетворено данное ходатайство, либо нет. Будет ли заменен законный представитель детей, суд решит на следующем судебном заседании по делу 18 августа. Тогда же допросит еще нескольких свидетелей. Вызваны пять человек, в том числе соседи, школьные учители, воспитатели детского сада, которые посещают дети. Однако кто явится на заседание, пока неизвестно. Свою позицию по делу гособвинения озвучат в прениях сторон, но только после того, как станут ясны все обстоятельства произошедшего. Не прошло и дня. В Большереченском районе, где накануне десятки сел остались без автобусного сообщения, восстановили пассажирские перевозки. В дело вмешалась прокуратура. Главе Большереченского района внесли представление с требованием об устранении нарушений законодательства о пассажирских перевозках. Местным чиновникам пришлось оперативно реагировать. Во вторник стало известно, что транспортное сообщение возобновят. Новый муниципальный контракт с перевозчиком уже заключен. В районной прокуратуре отметили, что проверка продолжается. Решается вопрос об ответственности виновных должностных лиц. Добавим, что по информации регионального Минтранса, ранее Большереченский район заявился на отбор для получения дополнительного финансирования на обеспечение пассажирских перевозок. Вскоре на эти цели выделят еще полтора миллиона рублей. Асфальт, способный залечивать трещины. В Омске начался комплексный ремонт Фрунзенского моста в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Строители на объекте работают с мая. Успели снять часть старого покрытия. Проводится монтаж металлических ограждений и работы по ремонту, гидроизоляции мостового сооружения. Всего подрядчику компании ООО «Артремстрой» предстоит заменить гидроизоляционный слой на площади около 7 тысяч квадратных метров. Кроме того, на мосту уложат новое асфальтобетонное покрытие, которое, по словам специалистов, имеет свойство самозалечивания. «Асфальтобетон у нас будет щебеночная мастичная асфальтобетонная смесь. Это в простонародье говорят как самозалечивающая смесь, то есть она при тёплой температуре имеет свойство себя заделать, залечивать. Также на тротуарах будет устроен асфальтобетон. Стоимость работы по контракту составляет 78 миллионов рублей. Отметим, что этот мост по плану строители должны были отремонтировать в 2022 году, однако подрядчик решил сдать объект раньше срока и приступил к работам в этом году. В мэрии сообщили, что полностью закрывать мост на период ремонта не будут. Сейчас перекрыто только две полосы в направлении улицы Маршала Жукова. Редактор субтитров А.Семкин